и Александр Петров. Александр Петров и Руслан Баширов. Вы реально похожи на то, что нам показывали из Британии на те фотографии и на те видео. Вы на самом деле кто? Мы на самом деле те, кого и показывали. Руслан Баширов. Александр Петров. Это ваши настоящие имена? Да. Да, это наши настоящие имена. Но вы даже сейчас, когда об этом говорите, вы честно выглядите очень напряженными. А как бы вы выглядели после всего? Когда вашу жизнь так вот раз и перевернули, с ног на голову, просто одним днем и сломали. На этих записях, которые мы видим из Лондона, где вы ходите в этих уже знаменитых пуховиках, кроссовочках, посолсбери, это вы. Да. Да, это мы. Что вы там делали? Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. Солсбери? Да. Прекрасный город? Да. А чем он считается? Там есть знаменитый собор, Солберевский собор. Он знаменит не только во всей Европе. Он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123 метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут. То есть вы поехали в Солсбери посмотреть на часы? Да нет. Но с самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка сейчас. И мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери. Естественно, это все должно было быть одним днем. Но когда мы туда прилетели, у нас даже самолет, мы думали, что не с первого раза посадят. Потому что в Англии 2 и 3 числа был просто транспортный коллапс. Что там транспорт? Там был, как это сказать, снегопад. Настолько мощный, что завалило практически все города. И мы никуда не смогли добраться. По всем телевизорам показывали, что 2-3 числа железные дороги вообще не работали. Автомобильные дороги были перекрыты полицейскими, перекрыты скорой помощью. И было вообще перекрыто движение. Не было вообще движения никакого. Все поезда, ничто, вообще ничего не ходило. Почему это ничего не показывает? Вы можете описать, ну, может, не поминутно, но почасово. Ну, или хотя бы сколько вы помните. Вы прилетели в Великобританию. Как вы говорите, оторваться и посмотреть на собор и некие часы в Солсбери. Вы можете описать, что вы делали в Англии. Вы 2 дня там были, правильно? Ну, 3, получается. 3 дня. Что вы делали эти 3 дня? Ну, 2-го числа мы прилетели. Мы приехали на вокзал посмотреть расписание, куда мы сможем съездить. Что планировали дневнём съездить? Просто дневнём съездить и посмотреть? Именно в Солсбери. Один день. Там достаточно, там больше одного дня делать нечего. Это нормальный туристический. Солсбери, он город нормальный туристический. Хорошо, это я поняла, это вы планировали. По факту. Что вы делали? Вы прилетели, там снегопад, туда чего-то не ходит, поезда не ходят дальше. Что вы делали? Нет, мы приехали в Солсбери 3-го числа. Пробыли там ровно, наверное, пытались погулять по городу. Но так как был город весь полностью завален снегом, нас хватило ровно на полчаса. Да, нет ни одной фотографии, ни одно СМИ, ни один телеканал не показывает то, что в этот день, 3-го числа, в этом городе был коллапс. Снежный коллапс. Там невозможно было пройти никуда. Мы вымокли все по колено. То есть вы полчаса погуляли, вымокли и дальше? Естественно, мы ехали, чтобы посетить Стоухенш, Олдсарум, Собор Дева Марии. Но этого не получилось, потому что там была как-то по-русски жижа. Город был в полной жиже. Мы промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке мы уехали обратно. Минут 40 мы провели на вокзале в кафе. Пили кофе, потому что мы пили горячий кофе, потому что мы вымокли все. И мы максимум провели 3-го числа час. Может быть час, да, час лишний. Потому что это невозможно. И то, потому что электрички ходили с большим разрывом, а именно, наверное, из-за транспортного коллапса. Мы вернулись в Лондон и продолжили наши путешествия. Мы гуляли по Лондону. То есть в Солсбре вы провели всего час? 3-го числа, да. Потому что невозможно было никуда пройти. А другого числа? А 4-го числа мы вернулись, потому что в Лондоне все растаяло, была теплая погода. Солнце светило. Целенаправленно хотели посетить Уцарум и собор. И решили завершить это дело 4-го числа. Завершить это дело, это какое дело? Ну, посетить эти достопримечательности. Посмотреть вот этот знаменитый собор. Сходить на Уцарум. Мы посмотрели. 4-го числа, да, посмотрели. Но, опять-таки, там в обед начался такой ливень со снегом, что мы уехали раньше времени. Собор красивый. Собор очень красивый. Там очень много туристов, там очень много русских туристов, там очень много русскоговорящих туристов. Кстати, с собора должно быть очень много фотографий. Вас в том числе. Которые должны были, да. А у вас? Вы же фоткались, наверное, у собора? Наверное, показать СМИ. Конечно. Фоткались. Мы сидели в парке, мы сидели, пили кофе, мы заходили в кафе, пили кофе, мы гуляли. Мы гуляли, наслаждались вот этой вот английской готикой, вот этой красотой. Этого не показывают. Показывают только наше нахождение на вокзале. Покажите нам эти фотки, мы покажем. Наши на вокзале. За то время, что вы были в Солсбери, вы подходили к дому Скрипалей? Ну, может быть, мы к нему и подходили. А вы знаете, где дом Скрипалей? Я нет, а вы? И я не знаю, мы знали, где он находится. Может, и проходили мимо, может, и не проходили. Я не знаю, я вообще не слышал. До вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами. И я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них. Когда вы прилетели в Великобританию, когда вы были в Лондоне, или когда вы были в Солсбери, за все время, что вы там были, у вас был с собой новичок или какой-то другой отравляющий яд, или какая-то опасная жидкость? Нет. Мне кажется, это вообще бред. У вас был с собой флакон духов Нина Ричи, который демонстрирует британская сторона как evidence, как вещественное доказательство вашего, как они считают преступления. Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо. Ну, даже реально проходя таможню, проходишь, когда таможню, проверяют все вещи. И просто любой полицейский при досмотре, я думаю, если бы у нас что-то было, у них бы возникли бы эти вопросы. Зачем у мужчин в багаже лежат женские духи? По крайней мере, даже у простых людей, наверное, возникли бы эти вопросы. Зачем мужчинам в женские духи? Где бы простые люди увидели ваши духи? Нет, проходишь таможню. Короче говоря, у вас были с собой духи Нина Ричи или не было? Нет, конечно. К вопросу о нормальных мужиках. Вы все время на всех видео показаны вместе, все время вместе, находились вместе, жили вместе, ходили везде вместе. Вас вообще, так скажу, что объединяет вас двоих? Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Мы пришли сюда к вам за защитой, у нас получается какой-то допрос, и мы начинаем углубляться. Мы у вас защиты просим, мы у вас не на допросе. Мы журналисты, мы не защитники, не адвокаты. Вот мой следующий как раз вопрос. Вы в СМИ пошли зачем? Вы ваши фотографии какое-то время назад опубликовали, ваши имена, вы все это время сидели тихо. Сегодня вы мне позвонили и решили пообщаться со СМИ. Для чего? Защиты просить. Если это можно назвать тихо, после того, как наша жизнь превратилась в кошмар, мы даже не понимали, что нам делать, куда нам идти. В полицию, в следственный комитет, в посольство Великобритании. В ФСБ пойти. В посольство Великобритании зачем? Ну, просто мы в таких непонятках, что нам делать. Куда нам сунуться, что алло, люди. Знаете, когда полностью жизнь перевернулась и вытряхнулась, ты не понимаешь, что тебе делать и куда пойти. И как многие пишут, говорят, почему мы будем не прийти в посольство Великобритании, не объяснить, это все. А вы читаете, да, что про вас пишут, говорят, смотрят? Нет, не читаем. Конечно, читаем. Конечно, читаешь. Потому что... Мы на улицу выйти не можем. Мы боимся, мы опасаемся. Чего? Мы опасаемся за себя, мы опасаемся за жизнь, мы опасаемся за близких, мы опасаемся за тех людей, которые нас знают. Вы боитесь, что вас что, убьет английская разведка или что? Мы не знаем. Вы даже наши публикации почитайте. Что пишут наши? Что там за вознаграждение? Я не видела, что за вознаграждение. За вашу голову? Ага, товарищ паломный гудков там вообще объявил путешествие в Англию. Кто приведет двоих персонажей? Это нормально, считаете? И это вы считаете? Просто сидеть, ходить, улыбаться, не бояться и ходить здороваться. Это любой нормальный человек, он будет бояться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok